Всем привет Винга Нагайби и с вами Екатерина. Недавно вышло видео у Кавалинга Трунь, называется Реально ли исправить адский трэш в музыкальных номерах? Давай поженимся! Ну знаете, я немножко смотрела, я помню, даже у приятного Лидара смотрела реакцию на некоторые выпуски и знаете там песни такие трэшовые на самом деле в выпусках есть, вот поэтому я с удовольствием посмотрю, так что вы тоже присаживайтесь поудобнее, готовьте чаёчки, печенюшки, у меня тут чай стоит и даже с ушки. А перед тем как начать, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал, да-да-да, а мы начинаем смотреть. И если я буду смотреть тот экран, то это будет причина тому, что вот это будет мигать, вот, поэтому изменяйте. Всем привет! Сегодня посмотрим музыкальное выступление с шоу «Давай поженимся». Звучит необычно, но там бывает такое, что либо жених, либо невеста делают музыкальный подарок. И да, вы правильно услышали, их никто не заставлял. Скоро это будет очень важным фактором. Ну и по традиции, если какое-то выступление можно спасти, можно исправить автотюном или там другими обработками, то я это сделаю. Я не представляю, какие тут будут номера, я вообще не знаю. Может быть, какое-нибудь то, что я, например, раньше слышала, но там действительно такой треш творится. Не только песни, но еще и сами какие бывают женихи и невесты, это капец. И начнем мы с музыкального подарка девушке Анастасии. Младший лейтенант. Ой. Я хотел про танец что-то сказать, но я услышал первую ноту. Я чувствую, что танец комментировать тут не придется. О, боже мой. Мои уши кровоточат. Березовый взгляд, как у ребенка. Что-то не танцует. Что-то не танцует. Он... Выражение лица как... Не знаю, если кто помнит такой мультик как бы для детей, но по факту там столько всего для взрослого. Маша и Орех. Ну, и волшебный Орех. Ну, кто помнит? Сразу вспоминается крысиный король, и какая у него была анимация. Ну, в общем, там везде анимация такая себе была в то время. Но просто как у крысы. Ой, выражение лица, господи. И да, у меня сейчас выражение лица такое, что я услышу. Вот как раз как у Коваленко такой же выражение лица на данный момент. Я в начале ролика сказал, что я себя исправлять чёртым буду, да? О, господи. Не, ну главное, это эмоции же, да? Да-да. Да-да. С эмоциями тут точно всё в порядке. Молодцы, лейтенант! Тяжёлый случай. Это реально тяжёлый случай. Да, это тяжёлый случай. Замеряк, я комментирую, мне даже говорить ничего не надо. Господи, какой капец. Лейтенант! Мальчик молодой! И да, я сразу скажу, я очень плохо пою, это точно. Если я могу петь, то только на уровне Аллы Пугачёва, там, «Миллионы алых роз». Ну вот, именно вот такие песни, вот таких нот. А высокие ноты я не могу брать. И я, кстати, пробовала ходить на вокал. Вот, мне не получается. То есть, возможно, мне нужно тренироваться, или же мне просто нужно петь лишь те ноты, которые я могу спеть. Вот и всё. Все хотят потанцевать с тобой! Я не понимаю, у меня ощущение, что она угорает, что она не на полном серьёзе это поёт. Ну, знаете так, она не поёт, она кричит. А-а-а! Кричит не в ноты, и не в тональность даже. Просто кричит. В плане шоу это круто. Ну, типа, это очень смешно. А-а-а... И я хочу отметить решительность девушки, которая вышла и так выступила, потому что... Ну, я бы на такое не решился. Более того, на жениха, похоже, подействовал. Вот он вышел подтанцовывать. Молодцы, лейтенант! Чередит сердца! Безземенный палец без кольца! Как будто в это продолжение банкета какого-то торжества, может, какого-то свадьба была, или что-нибудь ещё, или выпускной. Ну, больше всего выпускной, потому что как-то подходящие наряды, и как бы... окей. Столько я своей любви и газы не хочу! Если вы пошли на занятия по вокалу, вас учат расщеплению вот так, бегите. Господи. А то у вас связки будут как канат для лазания потом, с узлами. Странная энергия, странная энергетика, странный позитив. Очень какая-то... Какая, ну, Катю? Какая? Ну, какая. Ну, какая. Мне тоже интересно. Умножаю на миллион. Я такой. Не то, что всю жизнь. Я и дома такой. Я бывает. Не всегда вот такой живчик. Блин, это самое точное описание этого выступления. То же самое чувство, когда я так же, знаешь, как-то что-то объяснить на эмоциях, а получается каша-малаша какая-то непонятная. Девчонка-живчик, конечно. Я хочу сразу же попросить, если вдруг у вас появилась шальная мысль написать какие-то негативные комментарии, насчет того, как девушка пела, то не надо. Как я уже говорил, не каждый решится выйти с таким на сцену. Это не шоу вокальное, это шоу, где люди показывают себя, если ей это нравится. Почему бы и нет? Жениху мне казалось, что зашло. Правда, потом он что-то вернулся и завоздуханил в итоге. Ну, исправляетесь, конечно, ребят, нечего, извините. Это семь. Это семь младших лейтенантов из семьи. Погодите, не едем дальше. Я хочу узнать, он ее выбрал все-таки или нет? А то я же не уснул. Я приглашаю всех выйти и поддержать Юрия. Кого вы таки выбрали? Не ее. Ну, окей. Нет, все-таки другую выбрал. Не цените ли он, видимо? Не цените. Ну что, давайте, думаю, послушаем следующее выступление. Мне послушались или они там что-то интересное сказали? Я надеюсь, что она говорит «бестия». Да-да-да, я тоже услышала пиццу. Что это за песня? Пицца? Вы тоже услышите «пицца» опять. Девушка очень волнуется. Я надеюсь, у нее сейчас все получится. Ну, я не помню эту песню, как она называется, но я поняла, что она поет. Мне нравится атмосфера этого шоу. Она такая добрая и очень странная, но добрая. Но говорить что-то про вокал, кроме как то, что оно вообще не в тональности, я думаю, даже смысла нет. Возможно, здесь будет большая разница между исходниками и результатом. Соседи. Хватит слушать это. С исполнением нужно было поработать, конечно. Каждый раз, когда я слышу какие-то комментарии от других участников шоу, меня не покидает мысль, что ведь режиссер с монтажерами, они послушали разные комментарии и выбрали именно это. Это в каком-то смысле мнение монтажера и режиссера программы о том, что происходит. Логично. Началь. Я хочу, чтобы вы понимали, что я смеюсь над этим по-доброму. То есть я не думаю, о, как она плохо поет. Милая песня, я уже понял, потому что это руки вверх. Милая девушка старалась спеть, но получилось немножечко не в нот. Ну ничего, поправим. Нам понадобятся клавиши. Нормальные наушники. Мне кажется, тут удачно получится. Потому что, во-первых, как бы ноты какие-то у нее получались сделать, а так действительно немножко голос-то не натренированный, можно так сказать. Вот. Я сразу говорю, у меня ужасный голос для пения. Сразу говорю. Ну, пока что все. Тональность у нас очень сложная. Ля минор. Ну, давайте по классике. Воткнем вейвстюн и проанализируем весь вокал сначала. На это нужно время. Руки твоей. Пицца опять. Как серьезно слушается это? Пицца опять. Давайте так, какая мелодия здесь должна была быть? Посмотрите, где находится мелодический рисунок ее вокала. А теперь посмотрите, где он должен быть. Так, получается как-то слишком жестко. Давайте попробуем все это все-таки вот так вот немножко смягчить. И максимально сохраняя ее, как бы, вокал оригинальный, что-то с этим сделаем. Ёкарный бабай, надо что-то делать. Я без тебя не живу, не пою. Как, слушайте, на пою там еще стоит немножко доработать, я это все сделаю. Пока что давайте займемся обработкой. Но первое, что бросается в уши, это, конечно, отсутствие компрессии и неправильной эквализации. Давайте это поправим. Ну, где-то по 4,5 дБ он убирает сейчас вокала. При этом сохраняя общую громкость. Мне кажется, вот примерно то, что надо. Больше здесь сжатия не нужно. Накинем эквализацию, само собой. Дальше лайфхак. Если вы видите в песне хаа или оо или ууу. А я думал, сова. И после этого паузу, то смело кладите дилей. Никогда не прогадайте. Я так и сделаю, вот, например. Во, вот этого я хотел добиться. И давайте автоматизацию сделаем, чтобы оно включалось исключительно, когда нам надо. Главное, я сидела тут несколько минут в тишине, слушала. А тут уже недовольство стучаться в дверь. Ладно, мне придется иногда выключать микрофон, когда буду смотреть. Так что, одеть и прости. Сейчас я тут еще все немножечко подкорректирую. И давайте посмотрим сравнение того, что было и того, что стало. Как сирена звучала в обработке, если честно. Как бы это оценить-то? Да, шестерка. Без какого-либо там неуважения или придира к девушке, которая поет. Пицца – это высшая степень волнения, так выражается, видимо. Ну что, следующее выступление. Да дрожи по телу накрывают туман, пока улицы спят. Время тень... Так она неплохо поет, в принципе, да. У нее очень тембр приятный, вот что я могу сказать. Но я не знаю эту песню. Блин, вот тот случай, когда почти, вы знаете. Вот это к вопросу о том, насколько важно интонирование. Кто-нибудь может понять, что она здесь поет? Вот я имею в виду, что за слова. Танци, росты, ци, ци-па-ци-па. Апош включаем. Тима-ти-ма-ци-ци. Та-ци-нет-ти-ма-ци-ти. Девушка, уйдите со сцены. Да почему ей так говорят? Вы видели, как она там двигается, дрыгается, вот это все? Я, конечно, не фанат, наверное, такой музыки. Но это выглядит прикольно. То есть, как будто она прям имеет некий даже опыт выступлений. У меня, кстати, есть хороший преподаватель по вокалу. Я уверен, что если это подредактировать, то будет прямо неплохо. Мне тоже так кажется. Ой, нет, ладно, к высунутым языкам во время пения на сцене я пока, наверное, не готов. Давайте будем пробовать сделать из этого хитяру. Так, тональность у нас си-пимоль. Зато темп прямо ортодоксальный, вот 120. Получше. В танце нам нет двадцати. Вот что там было. Будем выдумывать мелодию на ходу, так как оригинала у нас нет. Я погубил. То есть, получается, она случайно съела согласные звонки. То, что у меня тоже бывает такая проблема, когда, например, что-нибудь говорю. И как раз таки могу их сейчас опять услышать. Я сказала, когда, когда нужно когда. Да, боже мой. Углева такой песни вроде как не существует. Я думаю, там мелодия должна быть типа... Ну, в моем представлении, по крайней мере. Все прям в одну ноту. Все прям четенько. Интересно, а если все это выровнять в одну линию, станет ли лучше или нет? Я, честно говоря, сам не знаю. Вот ну. Попробуем. Ну, кстати, стало. Действительно, стало лучше. Вот что, к сожалению, не исправите в татюном или там в вейв с тюном, чем угодно. Это легкости. Точнее, ее отсутствие. Послушайте, как тяжко звучат верхние звуки. Вот сооттаю. Оно прямо, ну, не тающее совсем. Ну, затыкается. И даже если я сейчас возьму и сделаю вот так. Оно стало звучать увереннее, но все равно как-то вот натянуто вот так. С этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Это надо перезаписывать. Задерживать вас долго не буду. Я уже прошелся по пичу и не удержался. Еще и сделал тут дополнительные плюшки. А если конкретно? Селый 3A компрессор, наложил 2A. Почему-то с голосом этой девушки работал очень плохо. Он как-то адски пережимал верхние частоты. Получилась полная каша. И полный бред вообще ужасно звучал. Эквализация выглядит вот так, как обычно. Я нашел единственные частоты, которые он более-менее записал в ее голосе. Остальное сделал потише. Ну и верха поднял наверх, чтобы было ощущение конденсаторного микрофона такого прям. Ревер, снова H, тот же самый. И дилей, снова такой же, но не совсем. Ну и, собственно, на этом все. Могу вам показать результат, как было до, как было после. Сравните и послушаем. Как будто ничего не менялось. Это все еще обоработка звучит. Оригинал сейчас звучит. Как бы то самое чувство, когда и в обработке, и в оригинале и так, и так нормально. Да, только там, наверное, только мизерные какие-то моменты были. Где, конечно же, там, как Валенко говорил, он не дотягивает в песне. Но отличия я пока не слышу. Ну, кроме момента, где там слышится автотюн такой. Девушка, уйдите со сцены. Я вам скажу так. То, что было до, на мой взгляд, было неплохо. Мне кажется, больше, чем на трех младших лейтенантов из семьи, ну, точно не тянет. После тут уже вы сами, пожалуй, оценивайте. Я не возьмусь этого делать. Ваша оценка в комментариях будет очень мне интересной. Дин Мартин. Интересно. Ей я прям слышу, как будто бы она до конца не расслабляет и не идет вниз, чтобы зазвучать так расслабленно. Ну, по крайней мере, я вот думаю, если она это поет на низких этих нотах, то, скорее всего, нужно ей было, наверное, сначала проговорить текст, при этом, чтобы попасть в те ноты, которые нужны. А потом уже с напевом попробовать потихонечку. Мне кажется, это хорошая идея будет. Хотя я, честно, не знаю, как лучше, потому что я помню, когда ходила на курсы, мне преподаватель как-то раз рассказывала то, что она спорила с девушкой, которая преподает вокалом, по поводу того, что какие есть сходства с тем, что когда человек учит в актерскому дубляжу и когда кого-то учат петь. Вот какие сходства есть, какие-то различия есть и даже были какие-то споры. Вот. Моё мнение то, что если, например, говорить про певцов, певцы учатся правильную ноту брать и в правильный момент вступать. Вот. И даже иметь слух. Вот. А актеру дубляжа примерно практически то же самое, но нам что главное? Попадать подговорящего, то есть нам нужно вложиться в текст под губы, которые нам говорят, вернее, говорит персонаж, за кого мы, получается, озвучиваем. Вот. Тоже как бы мы применяем тональность, потому что, может быть, персонаж может быть молодым или же постарше. Вот. И... Ну вот по поводу песен я не буду касаться, потому что для актера дубляжа, который, в принципе, не имеет каких-то данных по вокалу, ему главное как бы хорошо озвучить. Вот. Если же там персонажи музыкальные должны быть, то там, конечно, зовут людей, которые как раз-таки с вокалом-то хороши. Вот. Хотя бывали случаи, что даже если вокалиста хорошего позвали, то не факт, что он хорошо как актер дубляжа может озвучить. Вот. Я как-то раз смотрела какое-то видео, где как раз-таки недавно было... Я не вспомню, конечно же, как называется, но там, когда разбирали каждого персонажа, там были потом попугай и так далее. Вот попугай, который озвучивал Филипп Киркоров, было слышно, что в речи было невнятно. Вот. В то же время там ещё Полина Гагарина была. Как бы её сразу вообще не узнаешь по голосу, то, что это она озвучила. Ну вот, она хорошо сыграла роль. Вот. Вроде бы у неё была сова, что ли. Вроде бы, да, сова. Ну, я забыла, как мультик называется, я бы сказала. То, что человек непрофессионал вышел перед аудиторией какой-то ещё и во время съёмки на телевидении, и спел вот так, это уже очень круто. Ну да. Второй плюсик, что здесь есть реальный настоящий английский язык, а не то, что очень часто бывает. Смотря какой фабрикс, у меня сколько details. В том числе на телевидении. Ну, на самом деле, если говорить вот это, ну это же фабрикс. Я недавно услышу, что есть такое понятие, как рунглиш. Рунглиш. То есть, вы не поняли, да? В общем, вы все же знаете то, что в Америке есть русскоязычное население. Так вот, что имею в виду рунглиш я, ну то, что где я услышала. Представьте, что английские слова используются как в русской речи. Вот почувствуйте рунглиш в вот таком контексте. Вы просто зайдёте с ума, когда пытаюсь понять так, что он имел в виду. Ну, по крайней мере, поймут те, кто хорошо знает английский. Вот, вот о чём я говорю. Вот. Но чуть-чуть она не попадает в ноты, плохо сведено аудио, потому что я думаю, что его вообще не сводили. Короче, есть над чем поработать. Давайте это и сделаем. Так, доминорс, 108 bpm у нас. И готовы две дорожки. Получится хорошо. И музыка. Вы знаете, это тот редкий случай, когда у меня ощущение, что не надо ничего питчить вручную. Достаточно положить автотюн. Я знаю, многие считают, что автотюн это такая волшебная кнопка, что вы там, не знаю, на каком-то устройстве нажали. Прямо вот так вот. Сделать хорошо. И всё готово. Но на самом деле это вот не так работает. Алгоритм работы автотюна выглядит вот так. Это конкретно не автотюн, это его аналог. Ну, неважно. Выбираете для начала свой лад. В данном случае это натуральный минор. Выбираете саму тональность. До диез. И дальше есть такие параметры, как толерантность к неточности звуков. То есть, насколько звук может отклоняться. Если поставите на ноль, то у вас всё будет ровно точно, вот герц в герц. Если поставите 10 центов, ну, соответственно, на 20% одного полутона у вас звук будет скакать. И респонс, то есть скорость реакции. Если поставить на ноль, то будет вот этот самый компьютерный голос. Ну, такой вот. А если поставить подольше, то становится плавнее. Но при этом звук не так точно попадает в ноты. Соответственно, нужно найти некий баланс. Сейчас я его найду. Окей. Ладно, всё-таки в некоторых моментах надо подтюнить вручную. Например, вот здесь. Да, в таких моментах автотюн отрабатывает плохо. Потому что, смотрите, там мелодия идёт вот так. А она спела. И вот этот уход вниз автотюн воспринял как нечто для себя непонятное. То ли нота должна оставаться там же, то ли должна уже прям полноценно на тон вниз ускакать. И он не может решить и делать вот такой вот звук. Это мы поправим вручную. Просто перед автотюном достаточно поставить любую программу для ручного тюнинга. И теперь аккуратненько всё здесь вот поставить туда, куда надо. Вот видите, сэлл бендинг у нас уходит куда-то вниз, хотя не должно. Мы просто берём и хоба делаем. Вообще, конечно, у неё всё неплохо. Она реально держится в тональности. Ну и наложим сверху, как обычный, селый вокал по классике. И надо убрать вот этот вот отвратительный, назальный, среднечастотный звук ужасного микрофона. Тут вейвстюном не управится. Тут понадобится тяжёлая артиллерия. Ну да, некоторые микрофоны прям действительно всё портят. Фильтр открываем. А сейчас обработка звучит. Мне нравится даже. Это классно. Я понимаю, нет такого контраста, как в предыдущих, но зато результат получился реально неплохой. Если было хорошее качество оригинальной записи, то это звучало бы прям отлично. Ну, а на сегодня это последнее исправление. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень понравилось. И надеюсь, вы сделаете правильные выводы из этого небольшого развлекательного ролика. Во-первых, никогда не стоит стесняться петь. Во-вторых, все эти технические моменты, это всё равно не так важно, как душа. Душевное исполнение, даже если оно немножечко не в ноте, всё равно намного лучше, чем идеальное, вот такое выверенное, знаете. Пускай тогда уж нейросеть поёт. Я так считаю. Кстати, на моём YouTube-канале сейчас выйдет ещё несколько эксклюзивных роликов с моим участием. Можете глянуть по ссылке в описании. Всем спасибо, что смотрели. Был рад вас видеть. Пока. Ну, ладно, ребята, я посмотрела видео. Ну, мне понравилось. Действительно, мне понравилось. Мне очень понравилось, как предпоследнюю сделали. Прям вот там очень мне понравилось. Там потому что динамично, и, видимо, там ещё и звук вокала был чёткий, чтобы можно было немножко подредактировать. Последняя песня тоже могла бы быть в моём топе. Но плохо то, что действительно было её плохо слышно. Она прям чуть ли не тихо говорила. Ну, может, не внятно, а может, это микрофон. Ну, всякое бывает. Вот. А так мне понравился выпуск. Даже не ожидал, что, может быть, такие песни, которые я, например, не слышала. Но, блин, жалко, что первую там не монтировали. Которая самая первая трешовая была. Но я думала, может, он возьмётся. Но тут, видимо, такая сложность была. Ну, ладно. Надеюсь, и вам тоже понравилось видео. Если да, то обязательно поставьте лайк. А так, всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на Севдискорд, то, пожалуйста, на Ютуб-канале можете ссылки на группу ВК или на Севдискорд. Всем большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok